Вы знаете, я думаю, сегодня Сергей решил вопрос молитвы. Каждый раз он спросил Сережи, ну как там молитвы? Все молились. Потому что все молились. Но, вы знаете, очень хорошо. И, вы знаете, мы чем-то думаем, что это что-то особенное. И, да, благослови Господь нас, действительно, иметь ответственность, понимать, для чего мы каждый раз, для чего мы каждый раз, вот, нас Бог призывает к тому, чтобы мы могли признаваться, признавайтесь друг перед другом, исповедуйте пред Господом. Что Бог от нас требует? Чему это нужно? Вы знаете, я думаю, что каждый из нас, абсолютно каждый из нас, верит в то, что в свое время, когда мы пришли к Богу, и мы попросили у Бога прощения, примирились с Богом, Бог нас простил, примирил с Собою. То есть, мы, когда мы говорим о исповедании, это не возобновление того, что Бог начал. Это есть. А 4 глава Ефесянам, если вы помните, мы проходим в церкви послание Ефесянам, и там апостол говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, чтобы вы могли поступать, не помню, как там поступать, достойно звания, в которое вы призваны. И когда мы говорим за исповедание, это, наверное, то, что Дух Божий сказал Духу вашему, а что то недостойное, того звания, в которое Бог нас призвал. И когда мы говорим о исповедании, это не просто грех, это то, что мы поступили недостойно. Сегодня тема, мое рассуждение, я хотел, чтобы, правда, не такая молитва будет, не все будем молиться, я хотел, чтобы мы все сегодня помолились, большинство, кто желает, помолились. Наша тема, я хотел поговорить о том воскресном дне, в котором мы будем все участвовать в воспоминаниях Господня. Знаете, каждый раз в воспоминаниях есть такой вопрос, который нас всех людей, ну, как-то, ну, напрягает или что-то делает, так как бы, вот человек идет, и я не знаю, как вы, я каждый раз, только приближается день воспоминания, вот неделя там, или перед неделью, но обязательно какое-то особое искушение, особое недопонимание, особое препятствие, особое. И всякий раз человек идет и думает, а я сегодня готов участвовать или не готов? Я могу участвовать или не могу участвовать? И всякий раз человек, как что-то внутри, вот ее борьба. Вы знаете, я хотел бы, чтобы мы сегодня увидели тему, которую я буду рассуждать вместе с вами. Я хочу, чтобы мы увидели, что это мы, когда мы говорим о борьбе, о борьбе, то у нас происходит вот эта духовная борьба между вашей и моей плоти и духом. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу всегда противятся. То есть, всякий раз, когда вы хотите делать что-то доброе, правильное, и всякий раз вы встречаетесь с этой борьбой. И важно в этот момент не влазить, правильно поймите, не слушать плоть свою, а там, а там, а исповедовать веру в то, чего дня нету. Мы как-то пошли с одним братом на посещение. Вы знаете, человек разбитый. Вот она разбитый. Ты ему говоришь, я говорю, знаете, может, что-то вас смущает? Да, можно, я скажу, что меня смущает. Ну, хорошо, скажите. Попросили всех выйти, человек сказал, что его смущает. Вы знаете, ты каялся? Да, каялся. Много раз каялся. Вот вы сегодня спросили меня, что у вас есть, то, что вас смущает. И мне сразу этот грех пришел на память. Я не знаю, хорошо, плохо. Я думаю, что что-то неправильно. Что-то неправильно. Неправильно, потому что, когда дьявол начинает нам что-то напоминать, что в Писании говорите, вы возьмите что? Что взять? Щит веры. И чтобы мы могли отразить все раскаленные стрелы лукавого. Дьявол – это клеветник. Это который день и ночь клевещет не только вам и мне, а он клевещет пред Богом на нас. То есть, он каждый раз приносит ложную информацию. Ложную информацию. Если, братья, вам высветили, вы увидите слова, которые Павел говорит, «Я переживаю за вас, братья». Это 2-е послание Коринфянам 11 глава и 2-й и 3-й стих. 2-й стих – это статус, положение. Мое, ваше положение. Говорит, я вас, братья, всех вас обручил, я представил вас пред Христом, потому что это Христос сделал. Я вас представил чистую деву. Чистую деву. То есть, деву, которую я Богом мыл, оправдал, очистил. Это Божье действие. Но боюсь. За что Павел переживает? Знаете, дьявол – это тот, который сегодня принимает вид Ангела Света. Это тот, который даже, написано, иногда те, кто не боттуют, его служители принимают вид служителей правды. Они приходят, начинают им что-то говорить. И очень важно, чтобы мы могли не попасть в это состояние, в искушение. Вот мы литвами, молитвами очень нашим. Мы говорим, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Не дай мне в момент, когда дьявол будет приступать, чтобы я принял это искушение. И от чего-то зависит, что дьявол хочет сделать, чтобы мы уклонились. И, знаете, в нашем переводе немножко не до конца понятно. От простоты во Христе Иисусе. Чтобы мы не уклонились от нашего посвящения Христу. А кем Бог меня и вас предстал и пред Собой. И в воскресенье мы будем утверждать веру нашу. Потому что Господь остался заповедь нам, чтобы мы утверждали веру нашу. И потому я хотел бы, перед тем, как я буду придут к слову, я хотел бы прочитать одно место послания к филиппийцам. Вторая глава. Вторая глава. Мы читаем с 12 стиха. И читаем такие слова. Итак, возлюбленные все мои, как вы всегда были послушаны не только в присутствии моем, то гораздо более ныне во время отсутствия моего. И когда мы говорим о послушании истине, послушании Богу, то мы говорим о... Писание говорит о том, что страхами и трепетом совершайте спасение свое. Потому что со стороны Бога, Бог производит в вас и во мне, всех нас, и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения. Для чего это все Бог производит? 15 стих. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными. А среда какая? Среди строптивой, разращенной родов, в котором вы сияете, как светило в мире. Я хотел бы сегодня, чтобы мы вместе поняли то, что мы... Бог... Все, что Бог делает, Бог хочет, чтобы мы были чистыми, неукористными чадами Божьими среди строптивого и разращенного рода, в котором мы сияем, как светило в мире. Знаете, такое время пришло, когда ты что-то... Тебе зазвонил телефон, не знаю, как вы, мне часто звонят, и люди начинают с тобой узнать твое мнение, твое понимание, твои взгляды, по сегодняшним вопросам, по тому, что происходит. И всякий раз, когда еще телефон зазвонил, я еще не знаю, что там происходит, я всякий раз совершаю молитву. Господи, я знаю, что ты меня научишь, что ты меня умудришь, ты даже не мудрости. Почему? Пришло такое время, когда мы не ищем того, что служит к миру взаимному назиданию, а каждый высказывает свое мнение, и высказывает свое мнение, или свое переживание, свою боль, или свой взгляд, каждый хочет, чтобы с этим взглядом мы согласились. Если вы не соглашаетесь с этим взглядом, вы имеете... Или мы все... Я лишь знаю, как вы, но я переживаю, я не хочу потерять брата или сестру, те, которые тебе звонят, переживают, где-то свои боли, свои взгляды, и ты понимаешь, что это всякий раз нас напрягает. И вот сегодня, вы знаете, я хотел бы порассуждать, что мы порассуждали перед их преломлением, помолились, и с правильной позиции. Вы знаете, я читаю слова, которые записаны, 14 глава послания к римлянам, и в 14 главе мы читаем седьмого по девятый сих. Ибо никто из вас не живет для себя. Никто не умирает для себя. А живем ли? Для Господа живем. Умираем ли мы? Для Господа умираем. И потому живем, или умираем всегда Господне. Ибо Христос для того умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Если вы прийти домой и прочитаете Чистену Соглу сначала, вы увидите то, о чем я начал сегодня рассуждать. Вы увидите, какие противоречивые понимания. Какие противоречивые понимания. Кто-то считает, что вот это, вот только так правильная пища. Кто-то считает, нет, это неправильная, вот такая пища. Кто-то считает, что это такой день правильный, пред Господу, только в этот день надо поклоняться. Кто-то считает, что пред Богом все дни равны, не то, это понятнее. И все это ведет до того, что Церковь Божия начинает оставить какую-то правильную точку зрения. Я думаю, что пришло такое время, когда мне говорят, не только мне, а это такое общепринятое мнение, что ты не имеешь права, ты не имеешь права, и вы не имеете права не сказать в свою точку зрения или отношения к всему, что происходит. Вы знаете, я думаю, что есть общее понимание всему, что происходит сегодня в Украине, а мы все, мы не можем быть свободны вне этого события, все мы переживаем, все мы волнуемся, но мы все, есть то, что нас объединяет, есть то, что нас разделяет, и есть то, что объединяет. И Писание говорит, будем, смотрите, та же самая 14 глава, и она 19 сих, и звучит так, Итак, будем искать, то есть поиск – это рассуждение, поиск – это понимание того, к чему нас Бог призвал, поиск – это понимание, что это моя обязанность искать того, что служит к миру и взаимному назиданию, то, что нас назидает. И потом Писание говорит, не будьте нерассудительны, но вы понимаете, а что правильно пред Богом, а что верно пред Богом, а что благоугодно Богу, и не участвуйте в том, что есть бесполезно, в бесплодных делах тьмы, не участвуйте. И я хотел бы сегодня, чтобы мы порассуждали, вы знаете, почему я хотел бы, потому что человек, соприкасаясь за неделю, за месяц, вдруг, я думаю, что вот, как сказал Сережа сегодня, кто мне напоминает о моих неправильных поступках, о моем несовершенном действии, о том, что где-то что-то произошло, кто мне больше напоминает? Знаете, когда Бог напоминает, то в цель Божия произвести покаяние, а не осуждение. Знаете, Павел в одном месте, я не буду читать, это второе послание Коринфянам, Павел сильно, ну, как бы написал послание, и первое послание, или там, говоря, было второе послание, не буду этой мысли касаться, написал послание, и он не слышит реакции. Вот не слышит реакции, а приняли они это слово, не приняли это слово, поняли это слово, что написал, не поняли это слово, и он начал сильно переживать, и пришел Тит и сказал, что какое вот, а вы помните, что там возмущало Павла, что возмущало Павла, что вместо того, чтобы плакать, они там одобрительно относились к такому греху, который в мире всем нету, ему надо было исповедовать этот грех, надо было очистить, потому что они святые, они Божие люди, и это неприлично им, как святым, но и долго не было реакции, когда пришел Тит, и там Павел сказал, такую есть, ну, мне очень нравится есть, что я благодарю Бога, что вы имеете, что я услышал о вашей печали ради Бога, а есть печаль мирская. Печаль мирская, это когда не хватило мудрости, ну, почему не связано с этим человеком, надо научиться правильно отвечать, и мы начинаем сегодня себя дергать, себя о том, а как сегодня так вести себя, чтобы нигде не сделать вот этот дискомфорт для себя и обществе. Вроде неплохая, но это печаль мирская. И особенно проявляется печаль мирская, когда мы, извини, такое слово, вляпались. Где-то что-то не так сказали, эмоционально поступили, сказали что-то, и человек опять не сдержался, опять не хватило мудрости, и вот опять молимся Богу за мудрость. Вот я сегодня хотел бы говорить о печали, печали, которая ради Бога. Печаль связана с тем, что действительно мы можем сегодня говорить Господь, вот там поступило неправильно, там не хватило мудрости. Но печаль ради Бога, это понимание того, что мы всегда нуждаемся, всегда, а Бог всегда желает восполнять вот эту нужду, мы всегда нуждаемся в Его мудрости, в Его вождении, в Его укреплении. Потому Писание говорит, что мы, имеющие Духа Святого, мы вводимы вот этим Духом, мы нас научаемы вот этим Духом. И потом я читаю еще раз, я хочу, чтобы мы обратили внимание на те слова, которые мы прочитали, ибо никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. Вы знаете, мы часто обращаем, я лично это слово очень часто читаю на похоронах. И вроде он к похоронам больше подходит, но я хотел, чтобы вы с ним услышали, потому что Павел говорит, не к похоронам. Павел говорит, в сложной ситуации, к сложным спорам, что между ними были, и как помочь их эти споры примирить. Вы знаете, не в том, чтобы выяснить, а кто прав, кто не прав, а показать статус, положение, кому мы принадлежим, кто мы есть. Не форма вашего бытия определяет мое и ваше положение. Ну, есть, знаете, сегодня смотря на пожилого человека, смотря, он уже свое прожил. Ну, как-то, знаете, уже на него и меньше нагрузки, меньше надежды, меньше всего, и больше снисхожения. И нам кажется, когда человек, а вот молодой, о, это перспективно, это такое, вот и мы начинаем в него больше вкладывать, как сегодня мы выражаем, чтобы он больше мог еще где-то послужить. Неплохая идея, но я не думаю, что это евангельская идея. Это чисто, чисто идея мира сего. Придет пожилой на работу, устраивается сегодня, где-то в 60-70 лет, и его, какой бы он специалист ни был, ему сказать, спасибо, там, дедушка, или там, мужчина, или женщина, спасибо, спасибо, ну, и культурно выправить. Придет молодой человек, который перспективный, с него, знаю, это чисто подход бизнеса. У Бога такого подхода нет. У Бога другой подход. И Божий подход связан сегодня не с возрастом, а с пониманием молодое, пожилое, или уже человек, который связан с моим пониманием, кто я, кому я принадлежу. И первое, на что я хочу обратить внимание, Павел обращает на это внимание, что мы не живем для себя. Вот, независимо от возраста. Независимо от того, что мы... Писание говорит, чтобы вы совершали вот это спасение, независимо от возраста. Совершались со страхом и трепетом. Среди, вот эта среда, строкиво разращенного рода, потому что Бог, Он производит в нас. Это Божье обетование. Это не мое... Знаете, Бог говорит, кто желает творить правду в Божию, тот узнает о сём. Да, я должен желать творить правду в Божию. Но прежде, чем я желаю творить правду в Божию, у Бога есть такое желание, чтобы производить в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Это Божье желание. Чтобы нам быть среди этого строптивого рода, среди этого времени, чтобы нам быть светилыми. И чтобы быть светилыми, первонахожцовы обращают внимание, что мы сегодня не свои, мы Ему принадлежим, и уже мы Его народ. И место, подтверждающее вот эту истину, мы читаем первое послание Коринфянам, шестая глава, и в шестой главе последние два стиха. Смотрите, как Писание учит нас. Опять же, как бы идет с вопросом к нам. Не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего в вас, Святого Духа, который вы имеете от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Я хочу обратить внимание на то, что когда мы читаем сегодня не о том, ой, а сколько я еще проживу, ой, тебе еще жизнь вся впереди. Когда-то мой, я думаю, что Денису было моему сыну, ну, знаете, как раньше хлеб, вот привезут там в магазин хлеба, это не знаешь, когда, сейчас кто старше, тот понимает, не знаешь, когда привезут, вот где-то в обед привезут хлеб. И вот приходят, а кого послали? Самый бездельный к дому, это ребенок. Ну, и послали его там пять лет, послали его в магазин, ждет час, два, ждет, принес за хлебом. Ну, такая жизнь была. И вот у меня сын, любитель был сильно поговорить со всеми. В пять лет он все, и он говорит, ему говорят, какой ты умный, какой ты умный, и ты будешь как Ленин, там, ну, раньше все сравнили с идеалом Ленина, что умный, и ты будешь как Ленин, и, говорит, ты будешь, вот твоя жизнь впереди, а перед этим мы похоронили его, ее родную сестру. Она говорит, ну, вы знаете, человек живет, человек живет, но мы же не знаем, когда мы умрем, может, мы умрем. У меня сестричка умерла, она умерла, еще семи лет не была, на полгода старше его. Сестричка умерла, и мы не знаем, о, там он всем так, знаете, я говорю, мы не живем для себя, мы не пугаем друг друга смертью, мы не пугаем тем, или не радуем тем, мы благословляем, на день рождения говорим, о, благословляем, чтобы тебе Господь дал дни жизни, все, все это на своем месте. Но мы сегодня, хочу обратить внимание, не на годы моей жизни, а на принадлежность, кому я принадлежу. И Павел, видя эту проблему, что в людях, где споры, разналася, видишь, что это проблема с того, что не знает, кому они принадлежат. Каждый ищет своего, а не того, что угодно Господу Иисусу Христу. И вот это непонимание моей принадлежности, оно сегодня людей, ну, как бы, не дает им ответственности перед Богом за свои поступки. И мы, я хотел бы, взял специально, отпечатал, отпринтовал Псалом, который, я думаю, что ему больше, чем мне лет, потому что, сколько я рос, сколько я помнил этот Псалом. Это не что-то новое. Не думайте, что все слушают, о, что-то новое, это забытое старое, я вам скажу, но не новое. Вы смотрите, Псалом, песнь Возрождение, путь веры, назывался, это отдел, и называется в песне Возрождение 205 номер. Я не свой, Христом спасенный, я Ему принадлежу, им навек приобретенным сердцем я Ему служу. И припев, я твой, я твой, весь тебе принадлежу, что имею и желаю, все к ногам твоим кладу. Я не свой, Христос спаситель, властелин моей души, он спасение совершитель, держит все в руке своей. Я не свой, Христу служение я отныне отдаю, каждый миг, каждый час мой, и миг, сердце, волю, жизнь мою, я не свой, Бог милостивый, сам меня своим назвал. В царстве вечное счастье дать удел мне обещал. Ибо вы куплены дорогою ценою, я думаю, что это псалом соответствует той мысли, которую мы говорим, и прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей. Вы знаете, когда я думаю о себе, и Павел хотел, чтобы вы так думали о себе, когда я думаю о себе, когда вы думаете о себе, что вы Божьи, тогда вы как Божьи имеете страх перед Богом, обязательно, страх перед Богом, а то, что мы будем делать, это прославить Бога или не прославить. Когда мы не Божьи, у нас свобода. И Писание, знаете, как Божьи, свобода, какая-то ложная свобода. И Писание так говорит, и так, стойте в том положении, в той свободе, которую даровал вам Христос. А теперь мы Божьи, и не подвергайте себя опять Игу рабству. Да благослови нас Господь. Следующий стих, который я хочу обратить внимание наше, он касается теперь того, что 8 стих. Значит, я читаю 14 глава, 8 стих. А живем ли? Для Господа живем. Умираем для Господа? Умираем. Потому, живем или умираем, всегда мы Господни. Мы всегда Господни. И, вы знаете, когда мы говорим о том, что мы Господни, то апостол Павел, понимая вот эту истину, а это истинно, если, опять же, я, для меня очень важно понять, я, в последнее время, я очень стал внимательно присматриваться к тому, а в какой момент вот эти слова прозвучали, почему они прозвучали? И Павел увидел проблему в Галатийской церкви. Они забыли, что они Господни. Они, от того, что они не помнят Господни, они стали делать то, что апостол говорит, я просто, я удивляюсь, как вы можете, начавши духом, заканчивать плотью? Ну, как это можно? Я удивляюсь, братья, за вас. Вы знаете, от чего это происходит? Почему мы сегодня по плоти спорим, доказываем, убеждаем? Человек говорит, «Нет, я с тобой не согласен, у меня другое мнение». Ну, не согласен, не согласен, если бы он только не согласен было, а там с несогласием и обида, непонимание, разрушение всех отношений братских. Почему? Потому что мы теряем вот этот ориентир, понимание, что мы не свои, мы Божьи. И никто из нас сегодня уже не может сказать, что мы живем или умерли, или живые, мы всегда Господни. И потому я читаю, Галат, там 2 глава, 20 стих. Смотрите, и апостол приводит и говорит, что Бог сделал с ним с 16 стиха, а мы читаем только 20 стих. И уже не я живу, но живет во мне, а мы верим в то, и мы в воскресенье будем говорить о том, что когда мы возьмем хлеб, и мы говорим, что Христос, все, что нас разделяло с Богом, Христос взял на крест, и возьмем чашу, скажем, что это чашек, он очистил, омыл, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божию, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И уже не я живу. Вы знаете, наверное, сложно будет нам понять, но я все-таки хочу прочитать слова, которые апостол так выразил, 4 глава, 2 Коринфянам, 4 глава, 10 сих. Всегда носим в теле мертвость Господа и Иисуса Христа, чтобы жизнь Христова открылась в теле нашим. Вы знаете, когда мы говорим сегодня, что мы Его, мы говорим о той цене, которую заплатил. Когда говорим, что мы Его, мы говорим о той крови, которая нас очистила. Когда мы говорим о Его, мы говорим о той жертве, о том, что Бог сделал для того, чтобы были Его. Мы всегда носим в теле нашем мертвость Господа и Иисуса Христа. Мы всегда понимаем ту цену, то положение, которое Бог заплатил, чтобы мы могли быть сегодня Его народом, чтобы мы были детьми Его. Вы знаете, мне кажется, что Лукавый сегодня, он очень успешно работает. И что у него успех? Он же не берет нас, вот это разрушает истину Божию. Он отвлекает меня, чтобы мы могли сегодня не о Божьем рассуждать, не о том, что Бог взял, а о земном. А кто право, кто неправо, кто верно, неверно, а так как все. И мы начинаем на этой почве, сегодня хватает почвей для этого поспорить, доказывать, разногласия. И на этой почве у нас сегодня мы забыли, что мы народ особенный, народ Божий, что мы Ему принадлежим. Это уже осталось в стороне, а мы здесь разбираемся со своими теми, возникшие все проблемы, и мировоззрениями, которые мы имеем. И, наверное, помните, я прецитировал Писание, где Павел говорит, после того, как сказать эти слова, итак, будем искать. Мы как Божие, Бог нас привел в свет, а свет просвещает, и от света становится все явно. И теперь мы ищем того, что угодно Богу. И этот пояс никогда не заканчивается, пока мы на земле, пока мы сегодня ношим мертвость Господа Иисуса Христа, потому что Бог определил нас не на гнев, не на смерть, а Бог определил нас за то, что мы народ Его, Бог определил, мы дети Его, Бог определил на то, что мы в Нем имеем жизнь сегодня, и Бог хочет, чтобы мы могли эту истину всегда исповедовать. Почему мы эту истину исповедуем? Смотрите, 9 стих, и я хотел бы, чтобы мы подошли к молитве. 9 стих, ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать над мертвыми и над живыми. Владычествовать. Вы знаете, от того, что мы не понимаем истину, что мы независимы от формы бития, я живой, я сегодня живые мы, мы к живым говорим сегодня, а кто-то умер, а мы все господни, мы все господни. Если мы не понимаем, что мы господни, то у нас возникают такие левые вопросы, которые разрушают все божественное, развлекают. Вот Христос там проповедует, Христос, не я проповедую, Христос, проповедует о воскресении, и вот там люди слушают Его и говорят, они не верят в воскресение, они непонятные слова, и приводят такую выдуманную ситуацию, вы можете прочитать за эту ситуацию в 20-й главе Евангелия от Луки, и там говорится о том, что в одной семье было семь братьев, по-еврейски, обычаи, один умер, второй взял ее, третий, и так до последнего, и они как бы спрашивают, а чья она, жена будет там в Царстве Божьем, чья она, жена, и вы знаете, и совсем забыли о том, что их цель доказать, что нету воскресения мертвых, нету будущего, и Христос говорит, Бог наш, в Котором мы верим, не есть Бог мертвых, но Бог живых, Бога, не помните, что дальше, все живы, все живы, и я хотел бы, чтобы мы сегодня обратились на него, Он владыка, и над теми, кто умерли, и над теми, кто живет, Он владыка, мы, народ паствы Его, мы Его народ, и когда мы смотрим сегодня на себя, смотрим друг на друга, смотрим, тогда мы видим перед собой, не просто по имени, а видим детей Божьих, видим то, что нас Бог сроднил, видим то, кому мы принадлежим, мы другими глазами смотрим друг на друга, вы знаете, дьявол сегодня хочет каждому из нас подкинуть такую идейку, чтобы мы могли сегодня кем-то возмущаться, чем-то негодовать, мы могли пойти к человеку, рассказать ему это, он сказал, да, 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 что творится, какая, ай-яй-яй, Господи, что творится, и нас отвлечь от понимания того, что мы имеем того, кто владычествует, тот, кому мы принадлежим, и он нас силы не пленил, а мы сами отдали себя в послушание, и вот смотрите, давайте мы откроем еще один стик, который я хочу, братья, открыли, Римлянам 6 глава, и читаем из 16 стиха по 18, смотрите, Писание говорит, абсолютно, в чем наша основа заключается, когда мы были людьми греха, у нас не было этого права, не было права отдавать себя в послушание кому, у нас не было права, мы тогда были рабы, раб просто исполнял волю господина, дьявола, я был раб греха, а когда Бог освободил, теперь у нас здесь, мы отдаем себя кому-то в послушание, или в послушание праведным делам, или в послушание греху, и когда мы читаем 16, о, так, мелко, 17 стих, посмотрите, послушайте, 17 стих, благодарение Богу, что вы раньше не были, вот вы были рабами, но теперь вы встали послушать, у вас есть владыка, который владычествует над вами, вы стали послушны тому образу учения, которому вы предали себя, потому что мы бы, мы, а в воскресенье будем мы утверждать, я не могу, я не могу даже поверить, чтобы человек верующий в воскресенье говорил о том, что, о, что благодарение Богу, который нас освободил от греха, и человек стоит сегодня перед хлебом и будет сегодня говорить, Господи, освободи, Господи, очисти, Господи, я так хочу участвовать, не хочу, чтобы наказание Твое было за то, что я участвую, знаете, все эти левые мысли приходят от того, что мы не помним, кто мы и есть, мы народ его, и, наверное, вот та мысль, которую сегодня брат Сергей говорил, исповедание нужно для того, чтобы мы могли сегодня исповедать власть, могущество, силу Божию, а что нам мешает, а что-то мешает, сомнение, грех какой-то, что-то всем мешает, и пока, пока Давид не сказал, Господь, от того, что я переживал, я волновался, я вне, все, и тело мое изнемогло, и кости мои, обещал, все, оно все в таком ничтожном состоянии, прочитать 31 Псалом, но когда я исповедовал, когда я сказал тебе, ты истилю меня, братья и сестры, Бог хочет сегодня, чтобы мы, когда, даст Бог, мы придем в воскресный день, чтобы мы могли сегодня смотреть не с позиции, с позиции, а поклонения ему, а не с позиции сомнения, я думаю, что, не знаю, может вы замечали, я тоже помню, я не то, что первый раз услышал, но как-то не замечаешь этих слов, вот я сейчас прочитаю, Христос уже пришел, привел их на Елеонскую гору, учеников свои, Матфея, 28 глава, вы смотрите, и стал говорить слова, уже прошло воскресенье, он уже с ними побеседовал, он уже всем, и стал им говорить слова, и я хочу обратить внимание, 28 глава, 16 сих, 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, увидели его, поклонились ему, а иные, усомнились, в чем они усомнились, братья и сестры, мы можем усомнились в том, вот в том, а мы Господни, можем усомнились в том, а мы живем для Господа, для Господа, мы всегда для Господа живем, и Писание говорит, даже когда мы исповедуем те неверные поступки, то он, будучи верен и праведен, Владимир, сегодня Сережа повторил много раз, он будучи верен и праведен, что он делает с нами? Очищает от всякой неправды, и потому мы сегодня народ его, мы народ святой, и если мы народ святой, то мы сегодня поклоняемся ему, мы вас благодарим, ибо Христос, 2 Коринфянам, 5 глава, 15 стих, ибо Христос для того умер и воскрес, чтобы сегодня каждый из нас жил не для себя, а для умершего за него и воскресшего. Вы знаете, наверное, каждый человек, который сегодня здесь, и те люди, которые будут в воскресный день, каждый человек будет себя, слово, испытывать, и я не против слова испытывать, я против того, а что мы испытываем? Мы испытываем сегодня, рассуждаем о том, кем Бог нас сделал, или мы сегодня выискаем в себе то, что Христос взял на крест, и мы выискаем в Господе, ой, и это увидел, и вы знаете, когда будете искать, и вы всегда найдете, потому что или вы провозглашаете победу Божию, что Бог совершил победу, вы исповедуете свой грех, как мы сегодня говорим, и вы исповедуете Божью победу, или вы начинаете вспоминать то, что уже Христом побеждено, и вы чувствуете себя несвободным. Бог говорит, к свободе призвал вас братья, к свободе, и мы сегодня стоим в той свободе, которая дарана нам Господом, и Иисус Христом, и потому живем ли мы? Слава Богу, сегодня мы живые, завтра мы умерли. Вы знаете, самое страшное, когда человек не знает, что он Господень, а если он не знает, что он Господень, он боится встретиться с Господом, а если он не знает, что Господень, у него первый вопрос, а готов я, не готов пристать перед Господом. А почему все началось? А началось то, что каждый раз в частности в воспоминании, человек забывает о том, что для этого есть воспоминание, что напомнить мне, как Петр говорит, «Хотя ты, Владимир, это знаешь, но воспоминанием напоминаю тебе, всякий раз вот это возбуждаю в тебе честный смысл понимания. А что же Бог с тобой сделал?» И сегодня мы будем молиться. О чем мы будем молиться? Кто-то будет тайно молиться, кто-то в голос. Я хотел, чтобы мы помолились в голос. Я не буду назначать, потому что хочется, чтобы люди сами ревновали. И мы, наверное, это самое наше большое переживание, боли, что мы сегодня, ну, как бы, что-то произошло в церкви. Знаете, я думал, что это только в нашей церкви. Вот честно думаю. Кто-то же, в чем мы так получили, что мы потеряли молитву? Вы знаете, слушаю церкви Пилигрима Александра, забыл фамилию. Что? Куприяна. Слушаю проповедь, она говорит, собрались все с Пакене пасторя, и самая большая молитва, и знаете, всякая большая нужда оказалась. В секциях одинаково, то, что у нас. Люди перестали молиться. Старшее поколение раньше молилось, не молится. Братья, что-то произошло с народом. Братья и сестры, давайте мы будем, как в Писании говорит, в обновлении духа будем служить Господу. Да благослови нас Господь. Мы его народ, мы его дети, независимо от формы, ну, знаете, человек, как дела? Слава Богу, еще живой. Неплохая идея, но не к этому меня Бог прислал. И у вас не к этому, чтобы сказать, слава Богу, слава Богу, что я Божий, слава Богу, что я в Божьих руках, слава Богу, что Бог мне начал свое дело и ведет, слава Богу, что Он владычествует над дною. И если мы это владычество не исповедуем, то нас обязательно завтра лукавый отвлечет второстепенный вопрос. И вы будете спорить, вы будете доказывать и забудете, что вы Божий. Чем вы будете больше укрываться в этой Божьей истине, чем больше будете защищены, потому что Бог говорит, для того вы будете рассуждать, совершая свое спасение, что Бог сделал, и строптивый и развращенный род не изменился. Он вчера, сегодня такой будет до пришествия Господня. И еще много умножится. Но нас есть Тот, в Котором мы укрываемся и мы находимся в безопасности. Благословения, братья и сестры. И давайте поблагодарим Бога за это. Аминь. Помолимся. Я благодарен Тих, Господь, за то, что мы можем быть сегодня собраны во имя Твое. Я благодарен за то, что Ты словно Своим научаешь, нас и утверждаешь нас. Я благодарю, Господь, что Ты мужей Твоих, которые Ты проводил через разные ситуации жизни. Они видели, Господь, что все расстройства в народе происходило от того, что Ты допустил часто им быть в неких ситуациях, и они, Господь, видели, вот это не, их неправильное отношение с Тобой, и их молитва, и их исповедание было о том, чтобы Ты, Господь, просил им грехи и дал им, Господь, вот эту близость с Тобой, потому что грех всегда разделяет. Грех – это то, что всегда затемняет глаза наши, и мы часто не видим верность Твою к нам. Сегодня молитва, Господь, за моих братьев, сестер в Украине. Моя молитва о том, чтобы, особенно те, те, которые верны, которые знают Тебя, чтобы они могли, Господь, сидя, видеть, что Ты с ними, что Ты держишь их в своей руке, что независимо, чтобы они, потому что Ты контролируешь над их жизнью, и сегодня они живые, завтра мы не знаем, завтра Ты контролю, это в Твоем контроле, и мы просим благословения, чтобы их твердость была верой, и молимся о том, чтобы Ты разрешил этот вопрос, чтобы действительно Ты вывел, Господь, на Украину с этой ситуацией, да будет милость, на Тебя мы уповаем, на Тебя, мы Тебе исповедуем свою нужду в этом. Мы сегодня, Господь, благословляем всех братьев, сестер, собранных во имя Твое, что мы молим, Господь, сегодня действительно осознавать, что Ты как владыка, владычествует над нами, потому что мы Твой народ, мы Тебе принадлежим. И сегодня и те живые, которые сегодня мы собираемся, те, кто братья и сестры отошли, придет тот день, когда мы все вместе будем там при Тобой и Тебя там будем петь новые псалмы, новые песни, новые радости. А сегодня нам, Господь, дай видеть Твои могущественные руки, дай нам видеть, что Ты взял на свои руки, что мы, моли, Господь, утешаясь Тобой, живя в этом действительно строптивом, развращенном мире, сегодня верить в Твое водительство, в Твою защиту, и чтобы наше участие в воскресный день в заповеди Твоей, чтобы оно было во славу Твою, а нам на радость, еще раз утверждая веру нашу, что мы Тебе принадлежим, слава Тебе за это наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.